Океан огромен. Настолько огромен, что мы пока едва заглянули в него. По некоторым оценкам исследовано всего 3-5% океанского дна и менее процента от общего объема всех земных вод. Добро пожаловать на канал Парадокс и сегодня вы узнаете о самых загадочных и необычных явлениях в океане. Молочные моря. Более 400 лет моряки рассказывают истории о таинственном феномене, который можно увидеть в центральной части Индийского океана. Речь идет о пятнах молочного цвета, которые протянулись на многие километры. Мореплаватели рассказывали о том, как их суда оказывались посреди обширных светящихся участков океана. В 2005 году группа ученых под руководством Стивена Миллера из морской научно-исследовательской лаборатории в Монтерея, штат Калифорния, решила выяснить, насколько эти сказки близки к правде. В итоге им удалось зарегистрировать 235 наблюдений этого явления и получить снимок со спутника. Собранные образцы свидетельствовали о присутствии в воде особых люминесцентных бактерий Vibrio Harvey. Им приходится собираться огромными группами. Волны убийцы За последние два десятилетия непогода в море потопила десятки супертанкеров и контейнеровозов, достигающих в длину 200 метров. И так называемые волны убийцы считаются самой главной причиной в большинстве случаев. О таких волнах слагали легенды многие столетия. Но ученые признали их существование лишь несколько десятилетий назад. Под это определение попадают гигантские одиночные волны, возникающие в океане. Они могут достигать 20-30 метров высоту и обладают нехарактерным для морских волн поведением. Они появляются ниоткуда и имеют огромную силу. Так как такие волны возникают очень редко, изучение этого явления представляется достаточно сложной задачей. В отличие от цунами, возникающих в результате подводных землетрясений или оползней и набирающих большую высоту лишь на мелководье, появление волн убийц не связано с катастрофическими геофизическими событиями. Размеры этих волн в целом зависят линейно от средней высоты волны, но превышают ее во много раз, что приводит к идее о том, что само явление волн убийц связано с особенностями динамики самих морских волн. Но в целом пока непонятно, как и при каких обстоятельствах эти волны возникают. Необъяснимые звуки Рёв, Джулия и Поезд – название неопознанных звуков, которые были обнаружены с помощью гидрофонов, сотрудниками Национального управления океанических и атмосферных исследований. В 1997 году гидрофоны уловили один из самых громких звуков из когда-либо записанных – у южного побережья Южной Америки. Звук, названный Рёв, был зафиксирован двумя гидрофонами на расстоянии примерно 4800 км друг от друга. Он напоминал звук морского животного, но громкость звука была настолько велика, что его не могло издать морское существо, известное науке. Кроме версии о глубоководном монстре, ученые предположили, что звук вызван образованием крупной трещины айсберга. Однако многие все же склоняются к версии, что звук был биологического происхождения. Еще один необычный звук чем-то напоминает голос человека, который поет. Он был зафиксирован в 1999 году в восточной части Тихого океана. Есть предположение, что его источником является также лёд, а именно звук падающего на дно крупного антарктического айсберга. И, наконец, последний и самый выдающийся звук под названием поезд. Его зарегистрировали в антарктических водах моря Роса. Версия с айсбергом и здесь кажется ученым наиболее вероятной. Брай Никол. Подводная сосулька смерти. Так можно назвать это подводное образование из льда, которая убивает всё на своём пути. Такая сосулька образуется, когда встречается поток слабосолёной ледяной воды с более солёной океанической. В результате получается ледяной сталактит, который растёт с поверхности. Брай Николы появляются в ледяных водах вокруг полюсов. Когда сталактит дорастает до дна, он постепенно начинает замораживать поверхность, которой коснулся. Если в ловушку попадают живые организмы, они уже не могут из неё выбраться и погибают. Подводные реки и водопады. Маврикия считается одним из самых красивых мест на нашей планете. Этот остров расположился посреди Индийского океана. В юго-западной части острова можно увидеть поразительную иллюзию. Речь идёт о водопаде, который на первый взгляд кажется подводным. Хотя это не так. Но знаете ли вы, что существуют реальные подводные водопады? Всего таких водопадов обнаружено лишь семь. На самом деле, самый высокий водопад в мире – это вовсе неизвестный Анхель, а водопад, расположенный на дне Датского пролива. Он находится в Атлантическом океане между Гренландией и Исландией. Его высота составляет 3,5 тысячи метра. Причина возникновения этого явления заключается в разнице температур на разных участках пролива. Восточная сторона значительно холоднее западной. Когда эти воды встречаются, холодная вода начинает стекать вниз с насыщенным потоком, который и называют водопадом. Но под водой есть не только водопады. Огромные реки также присутствуют в толще океана. Например, по дну Черного моря протекает река, которая была бы шестой в списке рек по полноводности, если бы она была на поверхности. Желоб, по которому она течет, имеет глубину около 35 метров, ширину 1 километр и длину около 60 километров. Скорость течения воды доходит до 6,5 километров в час. То есть каждую секунду через канал проходит 22 тысячи кубических метров воды. У подводной реки обнаружены элементы, свойственные поверхностным рекам, такие как берега, пойма, пороги и водопады. Водовороты Водовороты возникают из-за бурных потоков в реке, когда поток воды закручивается вокруг какого-то объекта или устремляется в узкое русло. Вода начинает течь быстрее, что провоцирует образование мощной вихревой турбулентности. В океане, в зависимости от геологического строения дна, течения могут сталкиваться и создавать противодействующие приливные потоки. В результате образуется водоворот огромных размеров. Одним из самых опасных водоворотов считается водоворот Сальстраумен, расположенный вблизи Лофотенских островов недалеко от побережья Норвегии. Здесь возникают самые сильные приливные течения в мире. Каждые 6 часов стремительные океанические течения развивают скорость до 37 км в час и в это время за несколько часов через проход шириной в 150 метров врывается 370 миллионов кубических метров морской воды. Вода при этом образует водовороты диаметром до 12 метров и 4-5 метров в глубину с поверхности. Глубоководный фотосинтез Учёные обнаружили признаки фотосинтеза в глубинах Тихого океана. Солнечный свет может проникать на глубину до 200 метров, постепенно ослабевая по мере увеличения глубины. Но речь идёт об организмах, которые живут на глубине в 2400 метров и, согласно мнению учёных, поглощают свет из гидротермальных источников, находящихся поблизости. Некоторые бактерии, используя красное свечение источников, запускают процесс фотосинтеза и производят для себя питательные вещества. Открытие зелёных серобактерий, обитающих у гидротермальных источников недалеко от побережья Мексики, сыграло очень важную роль в изучении устойчивости жизни на Земле и, возможно, на других планетах. Учёные продолжают свои исследования, чтобы выяснить, как всё это возможно. На этом всё, друзья. Если вам понравилось, обязательно поделитесь этим роликом. А также не забудьте подписываться на новых видео.